Приветствую! Данное видео снимаю для того, чтобы показать, чем обусловлено наличие гипсокартона на потолке два слоя. Смотрите, если у вас в потолке используются какие-то встраиваемые элементы, вот в данном случае это подшторный карниз, либо трековый светильник, либо еще какие-то, может быть, теневые профиля, они в основном рассчитаны под двухслойную заплетовку. Часто клиенты спрашивают, зачем? Объясняю. Смотрите, если мы берем однослойную заплетовку, то нам нужно вот этот профиль, давайте я так вот поверну, его нужно крепить к металлокаркасу отдельно, вот в данном случае это подшторная ниша, она должна быть раскреплена с каркасом, плюс у нас там нет места отдельно ее на какие-то подвесы ставить. Вот. Она имеет толщину, типа алюминиевый профиль имеет толщину, это обычно 2 или 2,5 мм. Мы его кладем на профиль, и у нас, хочешь не хочешь, появляется вот такой вот зазорчик. Если вот эта полочка позволяет, то есть она вот от этого края до этого не 14 мм, а меньше, то тогда мы выбираем в гипсокартоне паз. Если мы, если эта полочка высокая, то мы вот так вот крепим гипсокартон для того, чтобы здесь не было 4 мм накладывать шпаклевки. И получаем вот такой вот не очень хороший, красивый узел, потому что здесь, во-первых, пустота появляется, здесь появляется пустота, плюс относительно самого профиля, то есть вот здесь вот очень много будет шпаклевки накладываться, то есть он не рассчитан под однослойную заплетовку. Что мы имеем, когда получаем, то есть берем 2 слоя заплетовки? Мы делаем хороший каркас, далее на него крепим первый слой гипсокартона. В первом слое гипсокартона выбираем вот такой вот паз, ну типа под этот самый, под этот профиль. Он должен быть вровень, то есть выбираем фрезерную нужную глубину, вот, через, через, монтируем сюда и прокручиваем к профилю. То есть у нас профиль вот этот вот, который нам нужен, это еще раз повторю, может быть карнизная штора, может быть трековый сетильник, прикручен к основному нашу каркасу. И вторым слоем просто закрываем сверху. Толщина нам позволяет, здесь остается 2, 1,5-2 мм для шпаклевки. Узел хороший, все ровно, все надежно скручено и получаем, ну по итогу, качественный хороший узел. Поэтому рекомендую всегда использовать 2 слоя, если вы планируете какие-то встраиваемые элементы. Потому что в однослойном у маляров больше будет работа, узел некорректный, неправильный. Есть какие-то пустоты, которые возможно потом будут давать какие-то трещины. При двухслойной заплитовке получается вот такая штука. Используйте материал правильно для того, чтобы получить хороший и качественный продукт. И на самом деле мастеру вот это вот, за вот такой вот узел намного проще взять ответственность, потому что здесь вот я допустим собрал, я знаю, что здесь ничего с ним не случится. В данной ситуации у меня, ну я все равно постарался собрать хорошо, и на потолке вот у нас это все собрано хорошо. Вот, но некое сомнение закрадывается. Вот, такие дела. Такой вот и есть элемент.